Молодой в военной форме сослуживцем это Каим Самигулин, 18 лет. Он ушел на фронт в 1943, в боях потерял ногу и получил ранение руки. 73-ю годовщину победы уже в 71-й раз встречает с супругой Марья. Сегодня они получили поздравления от президента. Кроме открытки и теплых слов, Каим Абея ждет медаль за доблестный труд. Такую же награду получат более полутора тысяч ветеранов по всей республике. Это решение Рустама Миниханова. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, не входивших в состав действующих армий, таких у нас 412, награжденных знаком жителю блокадного Ленинграда 173, и 188 это бывшие узники концлагерей. Медали будут вручать вплоть до Дня Республики 30 августа. Главным местом празднования Дня Великой Победы в Республике и в Казани станет площадь Тысячелетия. Здесь сегодня уже начали возводить сцену, ну а 9 мая все начнется в 10 утра. В рамках парада военная техника поедет со стороны Ленинской дамбы, а казанцы и гости города здесь впервые смогут увидеть легендарный Т-34. С этого дня начинаются репетиции. В это время Ленинская дамба и площадь Тысячелетия будут перекрываться. Подробный график сейчас на экране. Общественный транспорт традиционно 9 мая будет организован в усиленном режиме. Спецподача автобусов по завершению мероприятия будет организована на улице Левобулачной в районе переулка Кирова и на Ленинской дамбе возле Татмедиа. В усиленном режиме 9 мая будут работать 5000 полицейских и сотрудников Росгвардии. Для контроля за ситуацией будет использоваться возможность АПК «Безопасный город». Это видеомониторинг всей территории практически республики с выводом дежурной части Министерства внутренних дел. Кульминацией дня станет шествие «Бессмертный полк». И в этом году он стартует в 3 часа дня с Площади Свободы. Завершится все праздничным салютом в 10 часов вечера. Слават Мухаммадуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Данил Филатов, ТНВ, Казань.